Сейчас они останутся на улице. Народ в долгах, народ голодный, народ без тени. К чему это может нас привести? Включайте телевизор, смотрите, что происходит в Лугандоне. Ну, убрать телевизор, если много нам чего-то не говорят. Да нет, нет, я про телевизор пошутил просто. Ну, почитайте в элементарном интернете, на даже те же... Ну, есть два более-менее адекватных таких укропских сайтов, как их называют. Это sensor.net и sprotiv.com. Они не замечены в какой-то, скажем так, пропагандонской шумихе и тому подобное. Просто почитайте информацию, которая приходит из Лугандонии. А что произошло в Лугандонии? Социальные институты, в том числе МВД, СБУ, суды, прокуратура, они просто исчезли в одночасье. То есть вся вот эта вот социальная, что ли, структура общества, она испарилась. А сейчас там хозяин, еще не думая, локальные банки, которые контролируют там часть города, маленький город, поселок. И, соответственно, оставшийся бизнес, который выжил, он платит им дань вместо правительственных структур. Ну и как-то пытается выживать. Население практически без денег. Электроэнергии нет, тепла нет. Ну, у нас, может быть, останется электроэнергия и тепло. Но, если называть вещи своими именами, то и ФСБ, и МВД по своей структуре сейчас очень сильно напоминают, и также в правильных формировках, вооруженные бандитские формирования. Поэтому, в условиях, которые вы описали, скажем так, каждый будет бороться за власть в отдельном взятом районе, в отдельном взятом городе. Я про народ говорю. А народ что? А что остается народом? Народу останется выходить на дорогу и грабить. Будет ситуация, когда, если у тебя что-то есть, чего нет у него, а ему это нужно, чтобы прокормить семью, ну, тут шансы, скажем так, будут. Поле того, ты быстрее стреляешь или лучше берешься. Социальная структура общества, она просто исчезнет, понимаете? Это даже не лихие девяностые будут. Это вот глаголы. Такая ситуация, рейтинг будет, как Путина будет падать. Ну, значит, просто народ пойдет на снос. Смотреть, что значит, я тут... Вы, грубо говоря, ставите вопрос следующий. Смогут ли российские академии наук изобрести связь между холодильником и телевизором? Да? Ваши люди, я хочу слушать, что будет... Ну, я вам сейчас только пытаюсь ответить. Для этого, первое, нужно понимать, что есть рейтинг Путина. Вот, скажем, говорят 84 или 86 процентов. Даже делал, проводил опрос, они пришли к выводу, что рейтинг одобрения составляет 81 процент. Но в таких опросах, в социологических опросах, очень важна, во-первых, последовательность вопросов, а во-вторых, формировка вопросов. Потому что обычно такие рейтинги и вопросники составляются так, что из самого содержания вопроса опрошаем мы делать вывод, что, наверное, это какой-то крутой человек, какое-то крутое событие. Это просто я посмотрел, какие опросы делать вывода. Поэтому рейтинг, наверное, конечно, не 80 процентов подобрения, ну, наверное, процентов 50, есть. То есть не все так страшно, как, черт молит. Хорошо, предположим, резко падает рейтинг Путина, народ выходит на улицы и требует чего? Чего будет требовать народ? Треба. Смена в порядке, смена власти. А, всего что. Значит, чего требует народ у нас? Народ у нас требует, чтобы добрый царь обратил внимание на неработающий толчок и его починил. Кто ответственен за неработающий толчок? Боярин. Народ будет требовать, чтобы сменили место боярин. Будь там губернатор, либо наместник. Понимаете? А, ну, по-другому всегда, в современный режим, она случалась в том, что производственные отношения и несоответствия производственных силам должна была произойти каталистическая революция. Город-буржуазная каталистическая революция. После нее произошел переворот октябрьский. И тот феодальный режим, который существовал, и феодальная экономика, которая существовала, модель, она снова была возвращена в Россию. В Украине произошло завершение, первой, скажем так, среди славянских постсоветских республик, произошло завершение вот этой вот февральской революции. Во Франции французская революция длилась более, на самом деле, ста лет. Значит, что там произошло? Там слетел режим Янукович, который аналогично лежал Путин, один, один, со всеми непорядными последствиями, структурными изъянами. За одним ощущением, что нет нефти-газа. Почему слетел он? Потому что те регенераты, которые стали власти в результате отрицательного отбора, они сделали тоже одну роковую ошибку, они стали разгореть Майдан. Если бы он кто-то не разгорел, там пошумели бы, разошлись больше еще. Это первая ошибка. Вторая, то, что, скажем так, активная фаза Майдана, она использовалась днепропетровской группировкой против донецкой группировки, потому что там всегда существовало две олигархические группировки, которые находились в состоянии такой холодной войны, но баланс власти, вот как приедется, не был, там баланс держек-курсов, противовесие существовало. Значит, когда Янукович пришел к власти, он просто беспредельщик, отморозок, этот баланс был нарушен, и просто днепропетровская группировка решила за счет Майдана провести, во-первых, своих людей в правительстве и напомнить Януковичу, что надо бы соблюдать некоторый баланс. Отсюда все эти клоуны там появились, и Свобода, и Удар, и Кличко, и Кролик Янукович, и Порошенко, которые всячески... Когда они начали сливать Майдан? Они начали сливать Майдан, когда политологи поняли, они доставили, не поняли, что же им порвало жопу. А им порвало жопу следующее, что украинцы, они народ старейший, молодежи мало, народ не посягальный. Поэтому эти бараны должны были четко вписываться в тот сценарий, который сделан и нарисовали политологи и Днепропетровские. А тут на площадь стало выходить 100-150 тысяч человек. Причем выходил в основном малый и средний бизнес. Был основной бьющей силой этой революции. И она произошла. Режим слетел. Кто пришел на смену? Дегенераты 2. Яценюк, Порошенко, грубо говоря, все те лидератические группировки, которые были у власти, они просто перетисовали колоду и чуть-чуть изменили баланс сил. Решили ли они вопрос, самый главный вопрос этой революции, вопрос о правах собственности на следствия производства? Нет, не решили. И решить они, в принципе, не могут. Потому что как только этот вопрос решается, и право собственности действительно становится правом собственности, олигархи становятся изменили малым и средним бизнесом. Странствует вопрос о том, как собственность из общенародной или государственной попала в руки олигархов, и надо бы это все вернуть и убить. Вот такие вопросы решаются. Они эти вопросы решить не могут и не в состоянии, поскольку они из той же когорты или из той же политической группы, что и были раньше. Значит, будет третий Майдан. Просто только будет третий Майдан, который в конце концов эти вопросы решит. У нас то же самое. Вот надо понимать, и я думаю, очень важно для понимания, что образ Путина, это продукт пиар-технологий, не более чай. Это простой подполковник ГБ, который засветился в Питере не очень, скажем так, этичным поведением, дай-то, в Германии, который был поставлен семьей Гельциновой для того, чтобы он выписал индульгенцию и обеспечил защиту интересов семьи. Неусловно, я говорю, Гельцина, на долгие годы вперед, чтобы не было никаких преследований. Вот и все. Его раскрутили к доброго великого царя, вершителя судебной. Поэтому, когда я говорю Путин, я понимаю под собой, под этим некий такой образ собирательный, целая группировка интересов. Можно называть озерскими, можно называть как угодно. В основном, конечно, озерский, питерский. И если вы, скажем, поменяете Путина, ну, поменяйте, скажем, пусть уже Ходорковского, да, как он у нас сегодня говорит, о, великий сиделец, мари, комфорец, демократия и прочее. Ничего же без немец. Это что, Ходорковский и с Невзлиным скажут, ребята, мы каемся, возвращаем все обратно, все капиталы в Россию, или, может быть, Фрейман, может быть, Лукойл вернется, там, Нур-Никель, да нифига подобного. То есть, основной вопрос, все равно пришел не будет. Вопрос о собственности, наследство производства пришел не будет. Поэтому никаких улучшений в экономике и в жизни не наступит. Но, в чем прелесть Майдана? В чем, ну, Майдан и случился, потому что был Майдан до 2004 года. В том, что часть хохлов перестала быть рабами. Они поняли, что да, мы свободные люди, и наши требования, и наши, скажем так, заявки на лучшую жизнь придется уважать. У нас же этого в принципе нет. У нас, вот как царь Бальчик сказал, так оно и будет. Наверху виднее. Поэтому я всегда говорил, что на самом деле нам до хохлов, как до Луны пешком, в лучшей жизни каких-то преобразований в стране. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...